В период коронавируса входящих звонков от больных людей стало в сотни раз больше. Поэтому студенты-волонтеры в такой сложный период пандемии пришли на помощь к врачам колл-центра. Все они вызвались добровольцами. Одна из них Наталья Смирнова, студентка Владивостокского медицинского колледжа. У нее очень важная задача, ведь она не только дает советы как медицинский работник, но и как психолог помогает стревоженным людям. Работа заключается в том, чтобы помочь человеку скоординировать его дальнейшие действия. В основном люди звонят, когда не знают, что им делать в конкретной ситуации. Поэтому выясняем причину звонка и постараемся людям помочь. Направить в поликлинику, либо просто даем рекомендации. Люди звонят просто от того, что они не знают, куда обращаться им дальше, если, например, они сдали платно ПЦР, и что им делать дальше, никто не знает. Поэтому просто координируем людей, подсказываем. Стараемся смягчить ситуацию и выйти из положения. Пациенты задают разные вопросы. Что делать, если появились симптомы ОРВИ? Как узнать результаты анализа? Волонтеры к работе относятся ответственно, ведь они понимают, что сейчас каждый звонок очень важен. С начала эпидемии с апреля месяца у нас отдельные студенты работали и в красной зоне, и работали в поликлиниках, и в лечебных учреждениях, в стационарах. На сегодняшний момент у нас более 120 человек задействовано на помощь здравоохранению. И вот на сегодняшний момент у нас в ОРВИ тоже нужна помощь, поэтому мы обратились к нашим студентам второго курса, которых мы просим помочь медицинским работникам и в колл-центре, помощь в лечебных учреждениях, именно в поликлиниках, для того, чтобы снизить нагрузку. Перед отправкой по своим рабочим местам студенты проводят ежедневные вводные тренинги в центре медицинской профилактики, знакомятся с алгоритмом действий, как правильно вести себя с пациентами, в каком тоне разговаривать. Я очень рада, что мы можем оказать помощь в такое тяжелое время. В общем-то, помогать людям – это наше призвание. При этом студенты-волонтеры не должны забывать и об учебе. Работа в таком напряженном режиме продолжится до тех пор, пока ситуация с ОРВИ и коронавирусной инфекцией не пойдет на спад. Вероника Климова, Луиза Сусоева, Денис Надельный, Светлана Нурик. Городские новости для телеканала «Лента». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова